Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Подошли к Киеву, потом русским языком называют, обослались и отошли. Друзья, ровно два года назад, 24 февраля 22 года, президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Ну, то есть, конечно, о начале специальной военной операции ради защиты жителей Донбасса. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Прошло два года. Цели всей этой так называемой спецоперации стали еще более расплывчатыми. Сейчас уже мало кто говорит про ту самую деноцификацию и вообще мало кто понимает, что это такое. Ну, кроме Владимира Путина, а в интервью Такеру Карлсону, конечно. Ну и там, если верить президенту России, цели ограничены тем, чтобы Украина официально запретила некие неонацистские движения. Причем, если судить по законам самой России, будет достаточно запрета на некое международное движение неонацистов. Как это было сделано у нас с ЛГБТ и сторонниками Сергея Фургала. Думаю, если война будет заканчиваться, такой формальный жест вполне может обсуждаться. Значения-то он, конечно, никакого не имеет. И, конечно же, это точно будет не главным пунктом в переговорах об окончании войны. Но, думаю, все понимают, что когда-нибудь она закончится. Даже столетние войны длились по 100 лет, но не вечность. Нами было предложено, давайте сядем за стол к переговорам. Ну, надавали по морде друг другу, давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Но что будет, когда война кончится? Какие последствия ждут Россию? Я уже не раз снимал для вас ролики про различные санкции и другие последствия войны, которые на себе испытывают простые россияне прямо сейчас. А сегодня мы с вами поговорим о том, что нас всех ждет, когда война все-таки закончится. Итак, у завершения войны есть три сценария. Это так называемая победа России, победа Украины и заморозка конфликта. Начнем с первого сценария, условной победы России. Какой она может быть? Что такое победа, очень сложно определить. Победой может быть просто сам мир, победой могут быть какие-то военные достижения, но в целом и для общественного мнения, судя по замерам и фокус-группам, да и для власти тоже ситуация, которая сложилась сегодня, могла бы быть описана в терминах победы. Думы все уже понимают, что вот эти истории про деноцификацию и демилитаризацию Украины пригодны только для, не знаю, дефекации российских пропагандистов в прямом эфире. Я не могу быть так убежден, как президент Белоруссии, но в чем я убежден, это то, что когда мы закончим деноцификацию Украины, нам необходимо заняться прибалтикой. Из более-менее внятных целей, которые заявляла российская власть, у нас есть выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, ну и удержание тех частей Запорожья и Херсонщины, которые еще контролируют российские военные. О том, чтобы снова захватить Херсон или дойти до Одессы, уже никто серьезно не говорит, а наступление Россия пытается вести именно на Донбассе. Так что вот этот выход на границы областей, или, как говорят в телевизоре, освобождение территории ДНР и ЛНР, и будет, возможно, считаться победой российской власти. Делать все от нас зависящее для того, чтобы освободить территорию Российской Федерации от нацистов, чтобы как можно быстрее с территории Российской Федерации эта нечуть убралась. Конечно, для большинства россиян, которым война не очень нравится, там они могут быть и за Путина, и не любить Украину, но вот сама война им не очень нравится, из-за санкций, из-за страха мобилизации, а им вообще все равно, что там объявят победой. Правда, военные эксперты сейчас не очень верят, что России удастся взять под контроль всю заявленную территорию Донецкой и Луганской областей. Это, конечно, уже не такие амбициозные задачи, которые ставились перед российской армией в феврале 2020 года. Тем не менее, даже эти сравнительно скромные цели, они пока не видятся достижимыми, поскольку там, как мы видим, мощнейшая оборона. Российская армия тратит гигантские ресурсы, огромные там потери, так в живой силе, так и в технике, а продвижение, как мы видим, минимальное. Тем более невелики шансы, что российская армия вернет под свой контроль Херсон или возьмет всю Запорожскую область, которую, напомню, наши чиновники уже объявили территорией России. Правда, вряд ли что-то помешает им сказать, что уже захваченной части достаточно. А на остальной просто живут одни бандеровцы и нацисты. Недаром же Владимир Путин в нашумевшем интервью в начале февраля опять сказал, что готов к переговорам. В принципе, если послушать то, что сейчас говорит Песков, Лавров, что в принципе якобы их устраивает существующее положение дел. Что главное сейчас бы выйти на переговоры, вот устраивает такое положение дел, которое есть сейчас. Никакого там скачка в возможности России и при всем уважении к помощи, которую они получают от Ирана и Северной Кореи технической, но не бесплатной, как мы знаем, а за деньги, за технологии. Тем не менее, я не вижу. Это еще раз может произойти только в том случае, если Запад полностью, практически в данном случае, не просто ослабит, а реально перестанет поддерживать Украину. И тогда просто Украина окажется в том же, может быть, ситуации, которая была, скажем, Англия летом 40-го года. Конечно, некоторые наши бойцы прямых эфиров готовы воевать и до польской границы, а то и пойти дальше. Но вряд ли кто-то воспринимает такие заявления всерьез. Нам надо идти до Польши. Да. И пусть тогда поляки обстреливают наш Львов, а это казус Белии уже для войны, НАТО с Россией, на что никто не пойдет, потому что война НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут. Еще, конечно, когда мы говорим о целях Кремля, можно вспомнить про смену руководства Украины. Ну, точнее, Бандеровской шальки, как ее называет Владимир Путин. Напомню, в начале войны он даже обращался напрямую к украинским военным, чтобы те скинули киевскую власть, то есть Зеленского, и договорились напрямую с Россией. Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться. Несмотря на недавние сообщения о конфликте Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, ни о какой смене власти в Киеве речи сейчас просто не идет. Тем более, невозможно даже представить, чтобы в Украине установился хоть какой-то, ну, даже не пророссийский, а, по крайней мере, даже нейтральный к России режим после того, что в этой стране сделали российские военные. Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Так что именно выход на административные границы Донецкой и Луганской областей мы оставим тут в качестве варианта победы России, ну, точнее, Кремля. Если говорить о победе Украины, то официальные цели в Киеве заявляли не раз. Это выход на границы 91-го года, то есть возвращение под контроль не только Донбасса, но и Крыма. Думаю, что многие понимают, что технический выход на границы 91-го года может потребовать десятилетий, если не веков, или каких-то уже переговоров после наших поколений, более ответственных политиков, прежде всего с российской стороны, естественно. Поэтому это не очень реалистично, как и нереалистичные обширные планы, о которых многие политики заявляют. Движение дальше, захват Киева, Одессы и так далее, как имперских территорий. Но как у России немного шансов взять под контроль все те же территории, что она объявила своими, так и Украины на сегодняшний момент нет абсолютно никаких возможностей вернуть себе ни Донбасс, ни Запорожье, не говоря уже о Крыме. Украина в ближайшее время точно не может рассчитывать вернуть себе оккупированные России территории на востоке и юго-востоке страны. Там это... Речь идет о очень больших территориях, достаточно, как мы знаем. И для того, чтобы их оккупировать, где оккупировать, для того, чтобы украинская армия там смогла прорваться и их занять, нужно разгромить российскую армию решительно в тех местах, где она там находится. И для этого украинской армии нужен совсем другой уровень соображения, главное, другой уровень наступательных вооружений. Еще меньше шансов на то, что ВСУ смогут отвоевать Крым. Правда, в августе прошлого года Владимир Зеленский сказал, что готов к переговорам по полуострову. Не в плане того, чтобы признать его частью России, а чтобы договориться о его постепенном возвращении Киеву мирным путем. Так что, видимо, победой Украины мы можем посчитать выход на административные границы России по состоянию на 24 февраля 2022 года, в том числе и выход к границам Крыма, после которого, по словам Зеленского, и возможны переговоры. На данный момент у них просто нет физических сил, нет соответствующей военной мощи для того, чтобы вернуть Крым. Поэтому то, что видится мне, что Украина будет делать, стараться сделать оккупацию Крыма, нахождение там российских войск, российской власти максимально некомфортабельным, максимально невыгодным, максимально сложным. Поэтому экспертам вариант успеха Украины сегодня видится скорее в том, что она больше не потеряет своих территорий, не признает за Россию власть в Донбассе и Крыму и продолжит оказывать сопротивление. Мягко выражаясь, невыгодных для нынешних российских властей условиях, которые бы означали практически то, что, например, часть Луганской и Донецкой области, основная часть Запорожья, большая часть Херсонской области во главе с городом Херсоном остается в руках Украины. И Россия признает эту ситуацию, при том, что Украина остается независимым суверенным государством, курсом на Запад и кандидатом на выступление как минимум Евросоюза. Как видите, эксперты не очень-то верят в шансы России или Украины завершить войну в свою пользу. Поэтому есть третий вариант, который сейчас кажется наиболее реалистичным. Это заморозка конфликта. То есть стороны просто останавливаются в какой-то момент на тех точках, до которых дошли и перестают стрелять. При этом войска, скорее всего, никуда не отводят. В таком виде конфликты могут длиться годами. Как, например, в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, непризнанном Северном Кипре или Тайване. Заморозка конфликта будет интерпретироваться как жест доброй воли. Можно вспомнить, как российская армия оставляла занятые территории, отступала с них. Это поддавалось тоже как такой жест доброй воли. Зависит от того, как пропаганда будет объяснять это, как это будет объяснять Путин. Если в терминах победы, то основная масса населения в принципе успокоится. Если в терминах промежуточной победы, это оставит некоторую тревожность среди основной массы населения. Но все равно это будет оценено как некая новая нормальность. Люди просто продолжат жить своей частной жизнью в массе своей. Но какой бы из этих сценариев остановки не сбылся, дальше начнется, может, даже более тяжелая часть. Переход к мирной жизни. В первую очередь, война — это человеческие жизни. Это убитые, чьи семьи остались без отцов. Это раненые и покалеченные, которые до конца жизни будут полагаться на помощь государства. Это демобилизованные, которых надо как-то встраивать обратно в мирную жизнь. А среди них же будут тысячи заключенных, которые получили помилование за участие в войне. Давайте сначала разберемся с численностью населения. По данным последней переписи Росстата, в России живут чуть больше 147 миллионов человек. Это на 2 миллиона больше, чем в 2002 году. Правда, тогда не учитывали Крым, в котором как раз живут 2 миллиона человек. То есть формальное число людей в стране как будто не меняется уже 20 лет. Но демографы считают данные Росстата завышенными. По мнению Алексея Ракши, в 22-м году реальное население страны было не более 142 миллионов человек. И цифры эти снижаются с каждым годом. В России население убывает потому, что в ней уже больше полувека рождаемость ниже уровня простого воспроизводства населения. При рождаемости ниже уровня простого воспроизводства населения без миграции рано или поздно естественное уголь населения неизбежна. И чем ниже рождаемость, тем больше нужна замещающая миграция, чтобы не дать населению сокращаться. Рано или поздно при достаточно низком уровне рождаемости миграция перестает покрывать необходимую разницу и население все-таки начинает обывать даже целиком с учетом уже миграции. При этом 1 января 24-го года в России по официальным данным уже жили всего 146,2 миллиона человек. То есть за два года войны россиян даже по статистике государства стало меньше на 1 миллион. И это еще при том, что Минобороны не дают точных данных о погибших на фронте. Так что в реальности потери населения могут оказаться еще больше. То, что в России стало в целом меньше людей на то, что мы ощущаем влияет не очень сильно. Сейчас очень частый разговор о том, что не хватает работников для труда. То есть важно не общее сокращение численности населения, но сокращение трудоспособного населения. Убыль населения понятна. Пока российские мужчины умирают на войне, младенцев в стране рождаются все меньше. По данным за ноябрь, рождаемость в 23-м году была на 3% ниже, чем в 22-м. А в 22-м она была на 8% ниже, чем в 21-м. Понятно, что здесь не обошлось без влияния стресса от войны, мобилизации и нестабильной экономики. Рождаемость важна, понятно, не только, чтобы насчитать какие-то красивые цифры по населению. Рождаемость сейчас это трудоспособное население в будущем. Если сейчас будут появляться меньше детей, то через 20 или 30 лет будет меньше работающих людей. А с этим в стране и так проблемы. Согласно исследованию консалтинговой компании Финэкспертиза, в 22-м году доля работников младше 30 лет была чуть ниже 15% от общего числа занятых. Это менее 11 миллионов человек. Тем временем российская экономика остро нуждается в кадрах. Так, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, к 30-му году ей потребуется дополнительно еще 2,5 миллиона работников. Вот только где их взять? Понятно, что новые работники в 20-х это те, кто родился еще в нулевые. Но если все пойдет как есть, в 40-е нас ждет еще более сильный кризис. Сейчас даже окончание войны, причем с любым исходом, поможет максимум поддерживать рождаемость на нынешнем уровне. А любой негатив приведет только к ее падению. Тут можно вспомнить западный бэйби-бум, когда после Второй мировой в Америке родилось очень много детей. Но с тех пор изменилось общество и его подход к семье. Да и Россия вряд ли выйдет из нынешней войны так же триумфально, как вышла Америка в 45-м. Это будет зависеть от того, чем война закончится. То есть в зависимости от того, чем закончится война, динамика рождаемости может быть нейтральной либо отрицательной, но с всплеской ее не ждут. Скорее всего, ситуацию не выправит из-за морозка конфликта. С одной стороны, много молодых мужчин вернутся с фронта. С другой, люди перестанут получать нынешние выплаты для мобилизованных и контрактников. А деньги, понятно, очень нужны, чтобы заводить детей. Да и среди тех, кто уехал из России из-за войны, одни уже вернулись, а другие нашли себе новое место для жизни и не факт, что вернутся вообще. Не факт, что те, кто от войны и от мобилизации убежал, сразу же резко вернутся. И без того вернутся достаточно много народу. Поэтому я не жду каких-то больших подвижек рождаемости, если конфликт будет заморожен. Да, люди вернутся с фронта, но и доходы упадут. Поэтому я не жду больших. Исправить проблемы с уболью населения российское правительство все-таки может. И я сейчас не про создание социального государства, развитие экономики и предоставление хороших условий для жизни. Такие вещи Кремль, судя по всему, мало интересует. Да и действуют они в долгую. Пока устранишь коррупцию, пока повысишь уровень жизни в стране, пока убедишь людей, что все стабильно и можно смело рожать. В общем, это очень долгий путь. Так и президентский срок кончится, а людей в стране больше не станет. А вот если захватить часть украинских территорий вместе с жителями, то граждан с российским паспортом резко станет больше. Правда, демографический кризис это не исправит. Проблема же, как я говорил, не в нехватке людей вообще, а в нехватке тех, кто работает, в нехватке молодежи. А ее Россия с новыми территориями вряд ли получит, потому что молодые, как раз они более мобильные, они не так привязаны к месту, они первые уезжают, переселяются, и они более патриотично настроены, например, по отношению к Украине, потому что пожилое население, пенсионеры, как мы знаем, они зачастую бывают более консервативны, они могут там ностальгировать по Советскому Союзу, они могут симпатизировать Россию, видят в ней преемника Советского Союза на этих ностальгических нотках, еще будучи привязанными к земле, к своим домам, потому что у них больше ничего нет, оставаться на этих новых территориях. А вот молодое население, в основном, первое разбегается, так что молодежь, перерисовывая границы, в этой войне Россия вряд ли получит в каком-то серьезном количестве. Поэтому нужно понимать, что среди тех, кто останется на захваченных территориях, большую часть будут пенсионеры и пожилые люди, те, кто просто не ушел на фронт и не смог уехать, то есть те, кто только ухудшит ситуацию в России, где давно соотношение пенсионеров к работающим стало слишком большим. Рождение таких новых территорий, остав расти, не исправит демографическую ситуацию, во-первых, нам до сих пор не говорят, сколько людей проживает на новых территориях, это раз. Во-вторых, население на этой территории резко в худшую сторону отличается демографическим характеристикам от остальной России. На этих территориях в основном остались старики, немощные люди, которые не могли уехать, людей трудоспособного, детоспособного возраста там мало. это почти что в самые старые регионы из мира соотношение чисто родителей, с серией умерших у них, видимо, самая худшая из мира. Поэтому ничего позитивного для демографии, отоплажение теперь в Россию, я не знаю. Сколько бы ни было в стране людей, их еще надо кормить. То есть нужна нормальная экономика, а именно по ней война ударила сильнее всего. И тут ни один из возможных исходов, скорее всего, ситуацию не спасет. Давайте начнем со сценария условной победы. Первое, что влияет на российскую экономику, это, конечно, санкции. И это на очень долго. Хотя некоторые санкции легко могут быть отменены формально, но вот зачем, собственно, их отменять Западу, когда, если Россия окажется, скажем, победителем в этом конфликте, тогда она окажется еще ближе к границам Европы и, соответственно, будет еще большей для него бедой. Поэтому, конечно, ожидать в случае победы России снятия санкций не приходится. Я думаю, что если Украина потеряет часть территории, это будет признано, что это неудовлетворительный, не полностью удовлетворительный исход с точки зрения западных стран, и санкции не будут снять. Второй вопрос. Это расходы. Сейчас российскую экономику ставят на военные рельсы. Треть бюджета идет на военные нужды, при этом экономика даже не растет за счет огромных вливаний денег в военно-промышленный комплекс. Но в случае окончания войны России уже не потребуется такая большая армия, как сейчас. Да и такое объемное военное производство. Конечно, в обозримом будущем военный бюджет должен сокращаться, потому что сейчас он абсолютно ненормальный по размеру. Это такого размера военный бюджет российская экономика не может поддерживать долго. И поэтому однозначно он будет сокращаться, и это приведет к сокращению бюджетного дефицита, прежде всего. Правда, есть мнение, что сократить расходы на армию не получится все равно. Дело в том, что сейчас Министерство обороны использует много старой советской техники, которая лежала на складах в качестве резерва. Техника эта быстро разрушается или приходит в негодность. А значит, после войны придется потратить деньги, чтобы обновить запасы. Исчезнет военный компонент, связанный с боями, возникнет очень большой компонент в воспроизводстве арсенала. Поэтому, в общем, общая сумма может не сократиться, изменится структура. Меньше будет на финансирование военных действий, но больше на производство оружия взамен потерянного. Кроме того, есть еще военное лобби. Сейчас люди, которые занимаются поставками вооружения для армии, зарабатывают неплохие деньги. Причем это касается всех, от директоров оборонных заводов и до простых работников. И они явно будут против сокращения своего производства. Они будут всеми силами кричать, что нужно продолжать тратить большие деньги. Оборона страны это то, на что деньги жалеть нельзя. Это был лозунг Советского Союза на оборону денег жалеть нельзя. И этот лозунг угробил экономику Советского Союза. Еще условная победа означает, что территория России прирастет новыми территориями, которые сейчас формально в состав страны включены, но реально она их не совсем контролирует и не обеспечивает. Осень 22-го года Следственный комитет России заявил, что на восстановление одного только Мариуполя потребуется 176 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов нужно потратить на небольшой северодонецк. Это город на 100 тысяч жителей. А сколько еще маленьких и средних городов сейчас разрушено на Донбассе и в Запорожье? В Мариуполе мы полностью разложили весь мастер-план по годам. Мы его разложили также до 25-го, до 30-го и до 35-го года. Как говорили в мультике про Простоквашино, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. В случае России, чтобы дать денег на новые регионы, придется забрать их у старых. Вот восстановление новых территорий, это очень сильное давление на государственный бюджет, потому что там с нуля строить многие вещи очень сильно пострадавшие территории. Это очень большие деньги. Опять же, единственный способ это на долгие годы на самом деле восстановление и поэтому единственный способ это перераспределение других регионов в Россию в эти регионы. Поэтому, чем больше территории России захватят, тем беднее будут жить россияне. Собственно, это уже происходит, потому что начинается перераспределение средств в пользу новых территорий. Уже объявлено вполне открыто в Думе, что не будет существенно повышения пенсии россиянам на старой территории России, потому что все средства пенсионного, а теперь это называют социального фонда, пошли на выплату пенсии на новых территориях. Если взять Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, в сумме, то их население оценивают в 6 с лишним миллионов человек. Многим из них потребуется социальная помощь. Понятно, что далеко не все 6 миллионов остались на этих территориях сейчас. По данным российских властей на сентябрь 23-го на завоеванных территориях, не считая Крыма, российские паспорта получили более 2 миллионов человек. Всего население этих территорий оценивают в 3,2 миллиона. При этом больше половины из них пенсионеры. То есть это люди, которые не дают в экономику никаких денег, не платят налоги, зато требуют огромных затрат из бюджета. Это пенсия, медицинское обслуживание и так далее. За всю эту реконструкцию заплатят россияне. Им почему-то до сих пор многим кажется, что Россия разбогатеет, присоединив территорию Украины. Мне об этом пишут. Вы просто дурак, не понимаете, как мы тут разбогатеем, когда присоединим Украину. Это просто прелесть. На самом деле все наоборот. За всю реконструкцию территории Украины разрушенной войной заплатят россияне своего кармана. Уровень жизни россиян в других регионах будет ниже, чем если бы он без этой истории. Потому что понятное дело, что для экономики это не является присоединение новых территорий, не является стилом для развития экономики с экономической точки зрения. Это не то, чтобы большой подарок, а это нагрузка. И поэтому всем россиянам придется скинуться и платить цену за это. Если говорить о выплатах пенсионерам, тут надо понимать, что в России давно есть проблема с их количеством. В 22-м году их в стране насчитали почти 42 миллиона. Это примерно 30% от всего населения. Понятно, что дополнительные 2 миллиона пенсионеров в страну богаче не сделают. Для того, чтобы я мог платить пенсионеру его пенсию, я должен собирать сегодня деньги с работающих. Потому что пенсионер получает пенсию не из когда-то вложенных денег, не из когда-то созданных накоплений. Все, что называется, идет с колес. Это называется принцип солидарности поколений. То есть сегодняшнему пенсионеру я плачу заработков сегодняшнему поколения Россия. И ситуация ухудшается, потому что работающих становится меньше, пенсионеров становится больше, найти деньги на выплату песен становится сложнее. Но если вы думаете, что потеря всех занятых после 22-го года территорий избавит Россию от этих проблем, то это тоже не так. Да, формально стране не придется много лет обеспечивать так называемые новые территории. Вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Но России придется восстанавливать свою армию, которая, очевидно, будет разрушена. А еще нужно будет платить репарации. Ведь если Киев добьется победы, то наверняка потребует компенсировать нанесенный ущерб. Так что отстраивать заново Мариуполь придется при любом раскладе. По мнению ООН на восстановление Украины сейчас необходимо как минимум 400 миллиардов долларов. Я напомню, что в западных банках сейчас заморожены российские активы примерно на 300 миллиардов. Наверняка при победе Киева эти деньги России уже не вернут. Плюс потребуют доплатить сверху. И даже если это не будет выглядеть как прямое изъятие, проигравшие России наверняка попробуют навязать выплату компенсацией Украине. Ну, например, как такой своеобразный штраф, после выплаты которого можно будет снова вести дела западными партнерами. Западное мнение разделяется на как минимум два лагеря. С одной стороны, те, которые считают, что действительно российские активы нужно передать в качестве компенсации вреда, которую Россия нанесла. Но с другой стороны, есть люди, которые действительно переживают за то, что это может создать прецедент и, конечно, тогда повредит западной финансо-экономической системе. Я уже рассказывал в отдельном ролике про репарации. Это такая выклада, которую от страны агрессора требуют, если та проиграла войну. И в случае поражения России это тоже наверняка будет обсуждаться, но здесь на самом деле таких мировых прецедентов, когда кого-то смогли обязать выплатить какие-то большие серьезные репарации, на самом деле особо не существует. Поэтому мы можем говорить, скорее всего, о какой-то уже понятной заморозке активов и передаче это Украине, а вот чтобы получить какие-то новые деньги, пока непонятно, есть ли такая возможность, получится это сделать или нет, потому что часть экспертов считает, что принудить Россию выплачивать репарации скорее всего не удастся. Ну, что касается репараций, здесь много юридических вопросов, но в целом я вижу два компонента. Первый компонент это отношения между Украиной и Россией, какие-то переговоры, так или иначе, все равно какие-то переговоры будут вестись, не обязательно, например, с нынешним правительством Украины или потенциальным каким-то новым режимом России, и вопрос репараций будет устанавливаться на этих переговорах. Понятное дело, что эта сумма уже стала гораздо выше всех замороженных российских активов, это миллиарды, сотни миллиардов долларов. Но пока ясно одно, что и победа, и поражение потребуют от России перестройки своей экономики и возвращению в мирное русло. Другое дело, если конфликт будет заморожен. Что касается ослабления санкций и в случае заморозки конфликта, я не думаю, что это возможно. Это будет возможно только в каком-то абсолютно таком мало пока вероятностном сценарии, какой-то коллапса финансово-межномировой, финансо-экономической системы, если там начнутся дополнительные катаклизмы, не знаю, там в Азии, в других регионах мира, то здесь какие-то будут естественные изменения. Но тогда это будет всем плохо, и я бы даже и не смотрел в эту сторону. Потому что, скорее всего, российская экономика в ситуации домороженного конфликта будет развиваться, но темпами остающими от среднего мирового роста. Потому что это означает, что Россия полностью не будет включена в мировую торговлю, санкции по-прежнему будут в какой-то объеме сохраняться. Голода не будет, катастрофы не будет, но тотально почти все россияне, кроме тех, кто кормится с военных поставок и вообще является госчиновником, будут жить все беднее, беднее и хуже, потреблять все меньше товаров и товары покупать все более низкого качества, просто потому что на что-то другое денег не будет хватать. Есть и такие пункты, по которым экономика России будет страдать независимо от исхода войны. Во-первых, это выплаты всем ее участникам. Они будут иметь право на пенсионные выплаты и другие дополнительные привилегии и льготы. А таких людей будет немало. В конце прошлого года в России насчитали уже 335 тысяч человек, которые поехали на фронт по контракту. Добавим сюда минимум 300 тысяч мобилизованных и получим более полумиллиона человек. Но это не самое страшное. Как говорится, надо больше зарабатывать, а не меньше тратить. А вот зарабатывать у России могут быть проблемы. Чаще всего за войной идет стандартный экономический кризис, инвестиционный голод, девальвация, хронический бюджетный дефицит и сжатие спроса. Ну то есть деньги в экономику из-за рубежа не текут, местная валюта дешевеет, средств в бюджете не хватает, реальные доходы населения падают и покупают люди все меньше товаров. Это такая воронка. Чем меньше у тебя денег сейчас, тем меньше их станет потом. Чтобы не сгущать краски, давайте отметим, что ситуация совсем не безнадежная. Экономика России все еще не утонула. Она нашла способ жить под санкциями и формально даже выросла в прошлом году. Но суть в том, что даже разрушенные войной экономики имеют свойство восстанавливаться. Возьмите Германию, Японию, Южную Корею. Это одни из лучших экономик мира сегодня. И отстроились они в таком виде после войн и диктатуры. Вот только для подобного роста нужны перемены. В первую очередь политические. А на них в России пока рассчитывать не приходится. Во-первых, должна появиться в России политическая власть, которая будет заинтересована в развитии страны, а не в личном обогащении. Откуда такая власть в России возьмется, я не знаю. Я предсказать это не могу, и я не вижу тех социальных слоев, тех социальных групп, откуда может прийти власть, заинтересованный в развитии экономики и повышении благосостояния населения, не только в своем личном обогащении. Экономического чуда в России я бы не ожидал, мне сложно представить в виде расклада. Даже при серьезных изменениях такой расклад, чтобы это было сопоставимо с экономическим чудом для Мексики, Испании и так далее. даже по сравнению с тем, что происходило в России в 2000-х, мне сложно представить настолько быстро. Помните, в начале войны многие эксперты говорили, что холодильник всегда побеждает телевизор. Проще говоря, люди перестают верить в пропаганду, когда им становится нечего есть. Холодильники россиян пока не опустили, да и вряд ли это произойдет, если не считать какого-то уж совсем апокалипсиса. Все-таки при всех мрачных прогнозах за эти два года российская экономика показала свое умение адаптироваться. Такое же умение показал и телевизор вместе с его обитателями, то есть пропагандистами, чиновниками и всеми теми, кто отражает перемены в политике. За два года цензуры в стране стало сильно больше, а слова разнообразных министерств пропаганды становились то совсем уж кровожадными, то смягчались. Все потому, что никто точно не знает, что сейчас думает российская власть в лице ее президента и какая политика наступит завтра. Ясно одно, политика эта в России всегда переменчива, хотя курс Кремля на подавление всех несогласных уже, к сожалению, не вызывает никаких сомнений. Если Путин не уйдет, в любом смысле этого слова, в смысле профессора Соловья или в смысле отставки по каким-то причинам или в смысле какого-то варианта преемничества, ничего не изменится. Этот человек готов только к демодернизации России, только к ее автарке, только к тому, чтобы привести Россию к воссалитету в зависимости от Китая. Для того, чтобы реально отпустить гайки, нужно, чтобы популярность Путина возросла, она же не будет расти. То есть протестные настроения будут усиливаться, значит, недовольных надо будет давить с помощью силы, для этого гайки будут закручиваться дальше. Понятно, что потенциальная победа, то есть сохранение за собой территории, уже объявленных российскими, будет подаваться в телевизоре как невероятный триумф Владимира Путина. Мы с вами не раз слышали о том, как Россия доблестно спасла жителей Донбасса и Запорожья от бандеровцев, нацистов и клоунов-убийц из далекого космоса. Да еще и территории прирастило. Сейчас у нас их недостаточно. Владимир Путин собиратель городов русских. Примерно такой будет нарратив. Вместе с окончанием войны и возвращением домой мобилизованных это наверняка приведет только к укреплению режима. Хотя, если на ближайших выборах президент и его штаб достигнут, как говорят в СМИ, заявленных в цели 80% голосов, то расти рейтингу Путина будет уже просто некуда. Если же говорить о последствиях поражения, надо понимать, что оно будет условным. Сейчас мало кто из экспертов осмелится предположить, что Россия будет полностью разгромлена. Москва падет, а в Кремле засядет внешняя администрация. С ядерными державами такой не бывает. То есть, даже если захваченные территории придется вернуть, Россия останется на месте в рамках своих международно признанных границ. И власть ее тоже останется на месте. Причем, скорее всего, будет за это место держаться с еще большим ожесточением. Поражение и мировая изоляция могут привести к тому, что режим Путина станет лишь крепче. Но у Путина с точки зрения объяснения того, что происходит, не будет поражения. Даже если он потеряет какие-то территории, которые хотел оставить бы за собой, или будет мир в большей степени на условиях Украины, ну, вообразим себе такую ситуацию, он все равно это объявит победой. Он все равно скажет, что мы самоутвердились, что мы стали суверенными, что у нас теперь технологический суверенитет, нас все боятся. Мы адаптировали нашу психологию, экономику, военный сектор к новым обстоятельствам. И для большинства вот этого как бы равнодушного населения мир и будет победой. Наконец, заморозка конфликта. Тут надо сказать, что Владимира Путина еще до войны сравнивали с Леонидом Брежневым. Тот правил Советским Союзом 18 лет, погрузил его в застой и в конце своего срока у власти начал афганскую войну. Вместе с застоем это постепенно привело сначала к перестройке, а потом и к распаду Советского Союза. Кстати, я вам рассказывал о мифах про этот самый распад в ролике о Беловежских соглашениях. Так вот, заморозка конфликта в Украине потенциально может еще глубже погрузить Россию в этот самый застой. Правда в том, что в этом есть определенное сходство с Советским Союзом. Вы движетесь куда-то, упираетесь в какую-то стену, вы не понимаете, куда вы идете. Период наступления коммунизма уже прошел, остался позади, а куда мы идем теперь непонятно. Лидеры стареют, никаких перспектив нет и кажется, что это навсегда. Как известно, Советский Союз был навсегда, пока не закончился. То же самое будет происходить и с этой системой, будет ощущение ее, и уже есть ощущение ее вечности некой, а она не заканчивается. Кроме внутренней политики меняться будет и внешне. И тут опять непонятно, какой из вариантов для России хуже. В случае поражения от страны наверняка потребуют различных политических изменений, причем не словом, а действием. Я напомню, что Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Владимира Путина, а Маргарита Симоньяна еще в 22-м году начала бояться ГААГи. Если мы умудримся проиграть ГААГа, условное или конкретное, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Хотя сейчас трудно представить, чтобы кто-то добился суда над Владимиром Путиным. Даже если Россия проиграет войну, даже если в стране сменится власть, вряд ли бывшего президента выдадут в ГААГу или любой другой международный суд. Хоть мы и видели такой на примере, например, Сербии и Слободана Милошевича, но там все-таки война кончилась после бомбардировки Белграда, а в бомбардировке Москвы речь пока не идет. Учитывая возраст Владимира Путина и потенциальную дестабилизацию российской внутренней политической системы, то я бы смотрел как более вероятностный сценарий здесь. Это либо физическая, биологическая смерть Путина и его окружение из-за своей старости, если они останутся во власти, либо их, скажем, силовое или какое-то другое исключение из власти, если такое... Это маловероятный сценарий, но все равно он, на мой взгляд, более вероятен, чем мы увидим при живой нынешней путинской элите, что их осудят и будут пытаться посадить, отправить Гагу, посадить всему. В то же время даже поражение России на поле боя и вывод войск из Украины не значит, что с Москвы снимут санкции. Во-первых, они во многом усиливались по требованию Украины, и чтобы начать их снимать, Европа и США наверняка захотят получить согласие Киева на это, хотя бы формального. А Киев, в свою очередь, потребует и репарации, и гарантии безопасности, прежде чем что-то одобрит. Во-вторых, сейчас Запад не очень-то хочет вести переговоры с Владимиром Путиным. Как мы узнали из недавнего интервью с начала вторжения в Украину, российский президент ни разу не говорил с Джо Байденом. В Киеве переговоры с Путиным вообще запретились законодательно, так что для нормализации отношений России с Западом может потребоваться смена, если не всего режима, то хотя бы президента. Снятие санкций зависит только от выполнения, во-первых, от заключения мирного соглашения об окончании военных действий и от выполнения России условий по, ну, опять же, восстановлению российско-украинских отношений и потенциально еще изменения, смены режима России и изменения в сторону более демократического правления. Победа тоже ничего хорошего не принесет. Во-первых, завоеванную территорию никто российскими все равно не признает. Напомню, что даже Беларусь официально не признала Крым частью России. С Донецком, Луганском и так далее все будет то же самое. В международном поле это будут серые территории, там не сможет работать ни одна серьезная компания под страхом санкций. Собственно, как в Крыму, где даже российских банков не было, пока они не попали под санкции, просто терять им стало нечего. Так что даже если Россия после войны начнет из-под санкций выходить, на этих новых территориях их отменят вряд ли. Так что любой российской компании придется выбирать. Либо она сотрудничает с Лондоном и Берлином, либо с Луганском и Мелитополем. И что-то мне подсказывает, что тот же самый Сбербанк, если речь пойдет о том, чтобы со Сбербанка сняли международные санкции, он очень быстро закроет все свои офисы в Крыму и на так называемых новых территориях. Потому что существовать под грузом санкций невозможно. А закрыть офисы в части регионов, которые Россия считает своими, но весь мир их не признает, вполне себе можно без всякого ущерба для банка. Добиться какого-либо международного признания так называемых новых территорий Россия сможет только если их признает Киев. Тут, наверное, возможны варианты. Может быть, когда пройдут годы и сменятся режимы, будут возможны какие-то переговоры. Но сейчас такое даже сложно себе представить. И как только Украина скажет, что хорошо, условно, там какой-нибудь Бахмут нам больше не нужен и пусть Россия эти обломки забирает себе, но раз Киев так решил, да, и украинская опция готова это поддержать, что поделать? Что касается международного положения, то в случае успеха Россия, конечно же, уверит в своей силе своих союзников. То есть Сирию, Никарагуу, Северную Корею и других мировых гигантов. Отношения с торговыми партнерами вроде Китая и Индии тоже наверняка останутся в силе. Но вот потепление между Россией и Западом ждать явно не стоит. Восстановление отношений с Западом в случае сохранения каких-то оккупированных территорий возможно на данный момент по тем данным, которые у нас есть, только в случае смены российского политического режима, какой-то его демократизации и начала переговорного процесса между Украиной и Россией. При заморозке конфликт будет формально не завершен, а значит и поводов для изменения международных отношений не будет. Разве что заморозка продлится еще много лет. Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас. Мы и не портили же эти отношения. Что касается восстановления отношений при заморозке конфликта, то это вопрос, когда будет изменений в западной политике, во внутренней политике западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, и того, какая-то заморозка будет, на данный момент таких условий нет. В любом случае ждать быстрого выхода из изоляции со стороны Запада России не стоит. Правда, для рядовых граждан это не такая уж проблема. Европейские визы выдаются, турецкие курорты ждут, а летать все уже привыкли с пересадками. Есть у войны последствия куда страшнее. Например, рост преступности. С войны вернутся сотни тысяч мужчин с травмами боевого опыта. Плюс многие из них будут бывшими уголовниками, которые не отбыли свое наказание до конца, зато приобрели опыт убийства людей. Криминологические и исторические исследования говорят о том, что войны и преступность связаны между собой. Страны, которые участвуют в вооруженных конфликтах, обычно сталкиваются с ростом насилия, убийств, разбойных нападений и всего в таком духе. Причем происходит это как в побежденных странах, так и в победивших. То есть тут оба сценария дадут одинаковые последствия. Как и заморозка, ведь она тоже наверняка предполагает возвращение большей части солдат с фронта. Одна из возможных причин роста преступности это посттравматическое стрессовое расстройство или ПТСР. Справляться с тревогой люди, страдающие от ПТСР, могут по-разному. В ряде случаев это приводит к гневу, агрессии, жажде мести. Тут важно отметить, что у ученых нет доказательств действительно связан с тем, что солдаты возвращаются с войны. При этом у них есть доказательства того, что в первые годы после войны число насильственных преступлений действительно растет. Действительно, одно из предположений Ач-Рай-Гакна заключалось в том, что это так называемый эффект рэмма. То есть люди, возвращающиеся с полей сражений, испытывают посттравматическое расстройство, какую-то другую фрустрацию, возможно, и поведение было сильным образом изменено в силу участия в вооруженном конфликте. В отчете МВД о преступности России с января по сентябрь 23-го года сказано, что тяжких и особо тяжких преступлений стало почти на 10% больше, чем было в 22-м году. Возможно, это просто модель легитимации насилия, то есть то, что общество ведет войну, трансформирует представление общества о допустимом и недопустимом, и сама идея насилия становится все более приемлемой, что ли, в результате чего люди совершают больше преступлений насильственного типа. В России мы уже видели, как было после войн в Чечне и Афганистане. После Афгана существовали даже группировки, в которые входили ветераны войны. Я вам, кстати, рассказывал об этом в ролике про то, как наше государство обошлось с теми ветеранами. Важно отметить, что после второй Чеченской такого всплеска организованной преступности не было, просто потому, что в нулевых государство в России было намного сильнее, чем в 80-х после Афгана. Если в России после войны произойдет глобальная дестабилизация системы государственной власти, то можно ожидать, что некоторые группы населения, в том числе люди, воевавшие в Украине, образуют такие организованные преступные сообщества. Правда, надо отметить, что по статистике роста преступности после Чечни и Афгана не было, что, впрочем, могло быть статистическим искажением. Дело в том, что в реальности преступность во всем мире падает уже не первый год. Давайте для простоты представим это так. Скажем, перед войной число убийств падало на 5% в год. Это просто цифра из головы для примера. Если после войны люди совершат, скажем так, лишние преступления, то число убийств все равно упадет. Просто не на 5%, а на 3%. То есть по статистике роста преступлений не будет. Но их все равно будет совершено больше, чем должно было быть. Вдобавок к войне все-таки участвует небольшой процент от всего населения. Лишние, допустим, 100 убийств в год не сильно повлияют на статистику. Ведь в России в год от преступлений гибнут более 20 тысяч человек. Но статистика это статистика. А родным и близким этих 100 человек уже никто не вернет. Ну и добавлю, что согласно данным объединения адвокатов Трампунт, в 2022 году в России впервые за 20 лет выросло число убийств и покушений на него. Здесь может быть, скажем, такая вещь. Вот у нас, допустим, вернулись солдаты после какой-то войны. Они вернулись с оружием, они вернулись с некоторыми искажениями психики, с нарушениями психики. Да, действительно, может быть, несколько убийств лишних. Может быть, несколько семейных убийств лишних. Может быть, некоторые, вернувшись из армии, убедились в том, что их жены изменили им, и они убьют своих жен. Но это десятки случаев. Десятки случаев. Ну, пусть будут сотни случаев. Сейчас ситуация может оказаться даже хуже, ведь в тех войнах заключенные не участвовали. Сейчас у нас есть зэки, которые отбывали сроки по тяжким статьям, а благодаря участию в войне они получили помилование, и от них вполне можно ожидать новых преступлений. СМИ сообщали уже о десятках громких насильственных преступлений с участием ветеранов ЧВК Вагнер из бывших заключенных. Понятно, что тут дело не в самой войне. Как говорят криминологи, люди, которые совершили какое-то тяжкое преступление, с высокой вероятностью совершат его еще раз. Например, в 2018 году среди всех преступников России было 18% рецидивистов, то есть тех, кто вновь нарушил закон после освобождения. Вопрос только в том, что из-за военных помилований потенциальных рецидивистов в обществе может быть резко больше, ведь из тюрьмы преступники выходят более планомерно, чем возвращались после службы в Вагнере. Понимаете, в чем дело, конечно, от вернувшихся заключенных, можно скорее ожидать, что они снова совершат преступление, безусловно. Но еще раз, в общей массе всех, так сказать, лиц, совершающих преступление, в общей массе всей преступности, это серьезно не повлияет на статистику. Рецидивисты, в принципе, совершают преступление рано или поздно. Это такая черта. Если человек начал совершать преступление, он все как вероятность будет совершать вновь, вплоть до того момента, пока он не постареет до такой степени, что он уже больше не смогу совершать. Сама по себе война, как мы видим, не приводит к катастрофическому росту преступности. Тут гораздо опаснее ее последствия, прежде всего экономические. Если мы посмотрим на рейтинги самых преступных стран, там будет Центральная Америка, Африка, Афганистан и другие небогатые регионы. Второе последствие это ослабление государства. Я еще в ролике про причины распада Советского Союза рассказывал, как сказалось на советском государстве, афганская война. Происходящее в Украине тоже может ударить по институту власти в России. Государство может потерять контроль над ситуацией. И вот тогда преступность вырастет однозначно. То есть гораздо более серьезную роль в серьезных увеличениях преступности играют такие вопросы, как демография, неравенство, и ослабление государственного контроля. Наконец, есть у войны еще одно последствие, самое страшное. «Новая война» Да-да, вы не ошиблись. Речь о новой войне. И возможно, она при всех трех сценариях. История показывает, что если из войны не извлечь уроки и не закончить ее должным образом, она наверняка повторится. Давайте вспомним, Вторая мировая война стала прямым следствием первой. Тогда проигравшую Германию поставили в унизительное положение, при этом не лишив ее возможности нарастить военную мощь. Униженные, оскорбленные немцы повелись на речи популиста Гитлера, который рассказывал про реванш, сильную Германию и злобных евреев, из-за которых им так плохо живется. В итоге случилась самая страшная война в истории человечества. Правда, чтобы общество было готово потребовать реванша, ему сначала надо будет отдохнуть. В случае поражения, которое, возможно, не будет описано как поражение, а будет описано как достижение мира или промежуточного мира, скорее будет спад вот этой реваншистской эмоциональной составляющей. Люди не могут быть все время в напряжении. Вообще, вот это мобилизационное состояние в эмоциональном смысле, оно вычерпывается тоже, оно где-то имеет начало, но у нее есть конец. Надо понимать, что какими бы ни были настроения в России, чтобы взять реванш в случае поражения, нужно не только желания, но и возможности. А они будут в первую очередь зависеть от экономики. Я вам уже рассказывал в ролике про военный бюджет, сколько России сейчас тратит на фронт. И если война в Украине будет проиграна, то на новую подготовку армии придется потратить еще больше. Темп подготовки к какому-либо реваншу к новому наступлению в Украине в случае какого-то долгосрочного перемирия, он зависит, во-первых, от решительности власти, сколько она может вкладывать в это ресурс. Во-вторых, какие ресурсы будут иметься. Это очень сложно прогнозировать, потому что это зависит, например, от того, как будет работать российская экономика и, например, от того, какие будут цены на энергоносители и будут ли продолжены санкции, например. Потому что, если цены на нефть рухнут, то очень трудно будет восстанавливать российскую армию и продолжать переводить не, например, большую часть промышленности на военные рельсы, что мы наблюдаем. Вот последний год. Ну ладно, оставим пока потенциальное поражение и жажду реванша в стороне. Думаете, сохранение завоеванных территорий успокоит российскую власть? Тоже вряд ли. Во-первых, успех наверняка укрепит ее в мысли, что она может безнаказанно отнимать чужие территории. Во-вторых, не завоеванно останется очень большая часть Украины. И про коридор от Донбасса до Приднестовья наверняка никто не забыл. Там еще и Одесса есть по пути. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Мы уже слышали заявления пропагандистов и политиков и про Казахстан и про Прибалтику. Да и вообще, как говорится, у России нет границ. Сейчас Владимир Путин отрицает возможное вторжение в другие страны бывшего СССР. Но тут надо понимать, что подготовку к вторжению в Украину Кремль тоже отрицал. И тем не менее, вот мы с вами здесь обсуждаем, что будет, когда вторжение наконец закончится. Успех в Украине может разжечь амбиции Кремля, что придет к новым войнам. Например, глава военного комитета НАТО уже призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. А под данным немецкой газеты Bild в Германии уже готовится к войне с Россией в случае поражения в СССР. Понятно, что сейчас это больше похоже на популизм, но исключать такие возможности тоже нельзя. Наверное, все-таки идеологически у этого режима есть миссия идеологически, есть идеологические представления о том, что такое хорошо, что такое плохо и куда нужно двигаться в смысле экспансии, в том числе военной. По идее, им хватает восточная, центральная, Южная Украина. Остальное, даже судя по риторике вождей, это чужое. Это как бы не наше. Сами там разбирайтесь, вас там Польша захватит. Это как бы не является сферой наших органических интересов имперских. Хотя, если вы устанавливаете империю, давайте тогда Финляндию сюда, Польшу сюда, и страны Балтии сюда тоже, и Бессарабию, Молдову и так далее. Все это все равно зона нашего влияния, и это все равно генерирует опасность какого-то агрессивного поведения, как минимум военных провокаций. Но, опять же, логически рассуждая, наверное, все-таки ресурсная, даже идеологически дальнейшая экспансия едва ли возможна. Поэтому победа в Украине вполне может привести к новым вторжениям, особенно если в Кремле увидят, что Украина перестала получать поддержку от Запада в прежних объемах. Это наверняка воспринут, как слабость противника. А значит, российские власти могут решить, что и другие бывшие территории СССР или Российской империи можно вернуть себе, а там и до Восточной Европы недалеко. Судя по российской риторике, планы России, даже если не четко определенные, хотя некоторые пропагандисты или какие-то ученые, приближенные к власти, такие мысли уже выражали на бумаге и в телевизоре, это не только Киев, и не только Одесса, и не только Молдавия, это еще и Прибалтика, например, это еще и заставить страны Восточной Европы уйти из НАТО, собственно, в полном соответствии с тем вот самым ультиматумом, который выдвинули в октябре 2021 года российский МИД западным странам. Правда, нападение России на страну НАТО все еще выглядит маловероятным. Не только потому, что это может привести к ядерной войне, но и потому, что после вторжения России в Украину НАТО увеличило свои гарнизоны в восточных странах. Прибалтика и Польша уже говорили, что готовится к возможному вторжению России, а значит, застать их врасплох точно не получится. В Украине практически во всех странах НАТО, в том числе и в странах Балдии, важно подчеркнуть, есть боевые подразделения крупных стран НАТО. Посмотрите, в Эстонии, Латвии, Литве огромные теперь базы, многие тысячи солдат из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии своей техникой, в Шуравляе, большой военный адрон, где базируются истребители НАТО. Но вот Украина и Молдова в НАТО не входят. Да и никто не сможет поручиться, что в Кремле не захотят проверить НАТО на прочность, откусив, например, кусочек от Латвии или проложив коридор в Калининград. Так что второй вариант окончания войны тоже может привести к новым боевым действиям. К сожалению, тоже можно сказать и про третий вариант. Прекращение огня НАТО и называется просто прекращением, что его всегда можно быстро возобновить. И даже если конфликт заморозится на годы, к нему могут вернуться. Например, когда было в Чечне, где после неудачи России в первой войне через три года началась вторая. То же самое неоднократно происходило в Нагорном Карабахе. Хотя есть, например, Корея, где уже 70 лет не ведется огня, но до сих пор не заключили мира. Ну и, конечно, мы все с вами помним, к чему привели все те самые Минские соглашения прекращения огня. Через несколько лет это никак не помешало началу полномасштабной войны. Да, заморозка конфликта скорее приведет к такому постоянно действующему генератору военной угрозы со стороны России, чем к осмысленным мирным переговорам. Но еще раз, поскольку ни одна из сторон не останется довольной вот таким замороженным конфликтом, ну, как у нас и было после 2014-2015 года, кстати, рано или поздно вполне возможно, что какой-то произойдет срыв, это может срыв произойти, например, из-за каких-то локальных столкновений на границе, да, или из-за каких-то персональных изменений. И вот когда случится эта разморозка войны, никто предсказать не может. Но наверняка пауза продлится несколько лет, а там кто знает, что может измениться. Ну, ясно, что еще раз, если произойдет такая заморозка, в первую очередь, я считаю, из-за общей усталости в обоих сторонах, да, и необходимости восполнить ресурсы и перестроить армию и экономику, то это в любом случае не произойдет сразу. Скорее всего, все-таки, если такими усилиями достигнут такой заморозки, как минимум от трех до семи или десяти лет она может просуществовать. Как видите, каких-то, безусловно, хороших вариантов выхода из нынешней войны у России нет. Все может остаться, как сейчас, стать чуть-чуть хуже или намного хуже. Но среди многочисленных экспертов по политике, демографии, экономике улучшений не ждет никто. Ну, кроме тех, кто каждый день борется с Западом на федеральных телеканалах. Я вам уже говорил в своих роликах не раз и скажу снова. Главное не то, что Россия потеряла из-за войны прямо сейчас. Главное это то, что она теряет будущее. То самое стабильное и сытое будущее, о котором нам 20 лет рассказывал Владимир Путин. Уверенность в завтрашнем дне и стабильность это то, что люди действительно очень хотят видеть в своей жизни. И ее отсутствие с психологической точки зрения оказывает очень мощное давление. И вот этого, на самом деле, конечно, в России на данный момент это, с моей точки зрения, самая большая проблема, потому что поверить в то, что у людей есть ощущение стабильности и какого-то ожидания светлого будущего ну, сплошь. Из всего, что я вместе с экспертами вам тут рассказал, у меня напрашивается один вывод. Чем быстрее закончится война, тем мягче будут ее последствия для России. Каждый новый виток конфликта, каждый новый бессмысленный многомесячный бой за очередной Бахмут не только уносит тысячи жизней, он еще и откладывает решение тех проблем, которые России так или иначе решать придется. Что будет после, очень важный вопрос. Но пока важнее, чтобы война закончилась и наступило то самое после. Спасибо, что смотрели. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк. Если хотите поддержать мой канал, то лучше всего сделать это оформив подписочку на закрытый телеграм-канал Варламов Плюс или на сервисы Патреон или Бусти. Все ссылочки будут в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok